Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Через пару дней моя книга «Краткий курс оперного безумия» появится в книжных магазинах «Читай город», «Буквоед» и «Москва». Я жду тоже новый тираж. Пишите заявки мне в личных сообщениях в соцсетях. Помните, что у меня доставка двух книг бесплатна. 4 февраля я собираюсь провести лекцию в Пермской городской библиотеке имени Пушкина. Там будет и разыгрываться билет на премьеру в Пермский оперный театр «Опера Прокофьева. Любовь к трем апельсинам». Скоро появится ссылка для записи. А 13 февраля планирую приехать в Нижний Новгород на премьеру свадьбы Фигара. Все желающие могут подойти ко мне в отель днем 14 февраля. Я готов привести книги и пообщаться, если кто-то хочет. Не забудьте мне написать про книги, тогда и договоримся о времени. С 20 февраля начинается второй поток зум-семинара «Как научиться писать о музыке». Запись на таймпаде по ссылке под этим видео. И напоминаю, что у нас проходит розыгрыш билета на спектакль «Богема» Большого театра с участием Пласида Доминго и Аиды Гарифулиной 12 февраля. Для того, чтобы выиграть этот билет, надо подписаться на канал, написать развернутый комментарий, ну и упомянуть, что вы участник этого конкурса. Сегодня предпоследний девятый выпуск рубрики «Лучший из миров». Именно так я называю мир музыки и музыкального театра, без которого мне и другим меломанам было бы просто не выжить в 90-е. И в этой рубрике я вспоминаю все, что было интересного в музыкальной жизни 20-30 лет назад. Сегодня мы добрались до нового века, на дворе 2001 год. В Америке 9-11 у нас взрыв на станции метро «Белорусская», ведение плоской шкалы подоходного налога в 13% и год прощания с бартером. Бартер художественных отношений не вышел у многих артистов с чиновниками в этом году. Для меня сложная история взаимоотношений худруков и директоров плавно переплыла из года прошлого. В самом-самом конце декабря 2000 года я взял юбилейное интервью у Михаила Плетнева, в котором выяснилось, что у него есть невысказанные претензии к Владимиру Спивакову, возглавившему его оркестр по его же приглашению. Я, как и все вокруг, об этом даже не подозревал. Российский национальный оркестр в тот момент еще был частным коллективом, с небольшой командой и, что называется, утечек быть просто не могло. Интервью должно было стать подарком оркестру к юбилею, но не по моей вине стало началом очередного административного тенетолкая. Юбилейный концерт вообще провели без нового худрука, и это было очень-очень странно. Плетнев рассказывал тогда мне, почему он позвал именно Владимира Спивакова. Сейчас я решил заняться больше роялем, композицией. Быть главным дирижером – это значит проводить много времени с оркестром, ездить в турне, которые являются для оркестра основным источником дохода. Я уверен, что оркестр сейчас может существовать при любом главном, поэтому я решил стать почетным дирижером, а должность главного предложил Владимиру Спивакову. Вариантов было много, даже из числа западных дирижеров. Но мне хотелось бы, чтобы главный дирижер был не только человеком известным, но и связанным с Россией. Я предлагал Ростроповичу, но он в тот момент был рассержен на критику и сказал, что вообще никогда в Россию не вернется. Выбор Спивакова был связан с тем, что я знал, он собирается вернуться в Москву и серьезно заниматься дирижированием. Он ведь большой музыкант, личность. Кстати, как вы говорите, любящий публичность. Я в первый год отказался от всех своих сольных выступлений, зато сделал значительные циклы. Все симфонии Бетховена, Брамса, Чайковского. При такой интенсивной работе быстрее возникает контакт с музыкантами. А если появляться редко, то этого не происходит. Трудно, находясь на гастролях, смотреть партитуры, потом прийти к оркестру и с двух репетиций сыграть. Я не упрекаю Спивакова, но даже композитор, который написал все ноты в симфонии, встав за пульт, не сможет сыграть. Я свои сочинения потом прохожу как дирижер. Сейчас мы едем в турне по Америке, он будет дирижировать оркестром, а я играть второй концерт Чайковского. С репетициями очень плохо. Когда я здесь, его нет. И наоборот. Как опытный журналист, я решил получить комментарий и от Владимира Спивакова. В общем, произошла заочная дуэль. То, что два музыканта не захотели вслух произнести на пресс-конференции, они сказали мне в интервью. Спиваков и вовсе заявил, что не годится в завхозы. Его рассказ о приглашении принять участие в юбилейном концерте отличался от того, что говорил Плетнев. Всего за пять месяцев до этого меня поставили перед фактом. Плетнев будет дирижировать девятой симфонии Бетховена. Что вы от меня хотите, если все уже решено, спросил я у директора оркестра Сергея Маркова. Он предложил мне выступить в концерте с солистом. Но я к тому времени уже был занят. 29 ноября был объявлен мой сольный концерт в Монреале. И, кстати сказать, премьер-министр канадской провинции Квебек за шесть месяцев позвонил мне, чтобы узнать, буду ли я свободен после концерта, чтобы дать в мою честь прием. Я совсем не против того, чтобы этим концертом дирижировал Плетнев, основатель оркестра. Если бы я готовил этот концерт, то без Плетнева его себе не представлял бы. Но со мной, худруком и главным дирижером, никто даже не посоветовался. Я не хотел вообще приезжать, но посчитал, что это будет некрасиво по отношению к музыкантам, с которыми у меня сложились, как мне кажется, хорошие взаимоотношения. В моем контракте обусловлено количество концертов, репетиций и дней, которые я должен провести с оркестром. Эти условия выполняются мною четко. К тому же Михаилу Васильевичу хорошо известно, почему я не провожу больше времени с оркестром. Ни одного дирижера не приглашают занять пост худрука за три месяца. Мой личный гастрольный план рассчитан на 3-4 года вперед. Плетнев предлагает мне теперь бросить все, как бросил он, когда создал оркестр. Но я не в состоянии выплатить те огромные неустойки, которые повлекут за собой отмены моих выступлений. К тому же, когда я приезжаю сверх нормы, чтобы прорепетировать, то оказывается, что инструменты уже уехали на гастроли или еще не вернулись с них. Из оркестры исчезают люди. Сидит музыкант, играет. Вдруг его нет. Оказывается, уволили. Может быть, для РНО это нормально, но у меня вызывает сожаление. В прошлом году меня уже просили подписать бумагу об увольнении музыкантов. Но я тогда только начал работать и даже не знал, как людей зовут. После моего отказа они стали это делать сами. За 20 лет существования виртуозов Москвы я не уволил ни одного человека. После этих интервью стало понятно, что сотрудничество музыкантов уже практически невозможно. И пройдет немного времени, и спеваков покинет оркестр, который так и не станут называть неплетневским. Но создаст новый филармонический коллектив. Это произойдет уже в 2003 году, когда я забуду о журналистской работе, но с Национальным филармоническим оркестром России, базировавшимся в Доме музыки, мне еще предстоит познакомиться поближе. Об этом в будущих частях моей музыкальной летописи. Конечно, для любого журналиста оказаться в эпицентре подобного конфликта по-человечески неприятно. Но хотя именно подобные истории приветствуют газетные начальники. Особенно если на дворе уже новый век, и газетная этика меняется на глазах. Для меня 2001 год стал и годом начала работы в новой газете, которая называлась банально «Ежедневная газета». Делала ее команда людей, раньше работавших в коммерсанте. Я с ними познакомился, когда недолго сотрудничал с программой «Вести» государственного телеканала. Именно эта газета стала для меня последним местом работы перед уходом в Большой театр. Именно здесь осенью я взял самое жареное, видимое, интервью в своей жизни. И опять я только стремился к вопросам об искусстве, опере, театре, а моего собеседника заносило. Валерий Гергиев приехал в Москву на гастроли со спектаклем «Семен Катко», который я уже видел в Петербурге. Делами Гергиева в столице тогда занимался человек, который сегодня стал абсолютно одиозным, Эдуард Баяков. Но тогда как раз весь театральный мир в него был влюблен и стремился с ним дружить. Признаюсь, кроме меня. Поэтому, когда я сейчас вижу, как его бывшие друзья и даже любовницы проклинают его последними словами, у меня на уме только один вопрос – а где же вы были раньше? Баяков возглавлял фестиваль «Золотая маска», но по непонятным причинам был еще и неким абстрактным продюсером Гергиева. На эту должность в разное время претендовали разные люди, помню даже, что им занимался умирающий госконцерт, но Баяков был первым, кто прижился рядом с директором Мариинского театра надолго. Кстати, именно в сезоне 2000-2001 я был приглашен им в экспертный совет фестиваля «Золотая маска» впервые. Осенью мы принимали окончательное решение о номинантах, и вот Баяков нам выкручивал руки, что нельзя от Мариинского театра выдвигать только сказания о Граде Китеже в постановке Дмитрия Чернякова. За этот спектакль все голосовали единогласно, что называется, руками и ногами. А вот «Валькирию» в постановке Готфрида Пильца никто не хотел видеть в числе номинантов. Баяков отстаивал до хрепоты оперу Вагнера под предлогом того, что он является продюсером спектакля Чернякова, в чем заключались его функции, при этом так никто и не понял. И значит, надо привести еще один спектакль с Гергиевым, чтобы никого не обидеть. Но в результате совет, состоявших из одних дам за 40, я был один мужчина в этом коллективе, конечно же, уступил директору фестиваля, «Валькирию» тоже привезли. Уже пару лет Баяков пытался уговорить меня поехать в Петербург специально для того, чтобы взять интервью у маэстро Гергиева. К тому времени уже не было человека в России, кто бы больше критиковал художественную беспринципность Мариинского театра, чем я. И я воспринимал это предложение эксклюзивного интервью скорее как попытку приручить меня. Но еще больше я не хотел ехать потому, что был наслышан. Ждать интервью под дверью Гергиева надо было иногда до двух часов ночи, а то и больше. А вот этого мне совсем не хотелось, даже с учетом того, что я регулярно ездил на премьеры и знаковые события в Мариинский театр. Но тут Гергиев оказался в Москве. Мне было опять предложено взять у него интервью, причем время было назначено что-то в 17.00. Моя новая газета обожала интервью. Я подумал, что за час или полтора мы управимся, а потом он пойдет на спектакль, а я в зал слушать оперу Прокофьева, в которой я очень люблю третий акт. Я приехал немного пораньше, Гергиев опоздал, закончил репетицию в 17.20, наверное. Внезапно он предложил мне поехать с ним поужинать, ведь у него с утра маковой росинки не было во рту. Ненавижу разговаривать с людьми, когда они жуют. Но в этот раз было уже просто не отвертеться. С нами был еще один музыкант, причем из оркестра Большого театра. Он и повез Гергиева обедать в грузинский ресторан у Никитских ворот. Это была большая ошибка с моей стороны. Мой вечерний костюм был забрызган соусом, а на галстуке остались даже после химчистки масляные следы от хачапури. Галстук пришлось выбросить, но зато я сразу понял, что Гергиев настроен решительно и потихоньку, пока ему кто-то позвонил, отправил СМС в редакцию, чтобы придержали даже первую полосу. Сейчас уже почти никто и не вспомнит, что до того, как появилось здание Мариинки-2 на месте ДК первой пятилетки, Гергиев лоббировал инвестиционный проект строительства нового здания театра на территории Новой Голландии. И был готов проект американского архитектора Эрика Мооса, который в Питере прозвали «Мусорные мешки». Министр культуры Швыткой, который всегда держал нос по ветру, видимо, уже понимал, что государство этого не хочет. До Гергиева же в силу его веры в собственный внутренний локомотив это пока не дошло. И он ринулся в заочный бой, используя мой диктофон. Говорил он долго и страстно. Вот только часть того его обращения «Урби-эт-Орби». «Я хочу видеть жесткие, но не фальшивые отношения всех чиновников с Мариинским театром. Нам не нужна подачка. Нам не нужно заимствовать творческий опыт. У нас есть все, чтобы делать новые премьеры, содержать фестиваль. Я гарантирую, что в 2003 году Петербург ждет небывалый двухмесячный фестиваль с участием оркестры Венской филармонии и Метрополитен-Оперы». По-моему, не состоялось. «Я почти это гарантирую. Я обещал это президенту России не потому, что кому-то должен обещать, а потому, что Петербург этого заслуживает. И президент это знает. Я не хочу впредь жить по правилам страны, которая является страной третьего мира. Я хочу сказать громко, мы не являемся страной третьего мира. Мы уже не КНДР, но мы еще и не Западная Европа. Кто мы? Зимбабве? Мы страна богатая, страна колоссальных культурных традиций. И я не хочу стоять в очереди ни к одному министру, включая министра культуры, чтобы раз в полтора года понять, что будет происходить с реконструкцией нашего театра. Что я скажу известным на весь мир артистам, гораздо более известным, чем Швыдкой? Я испытываю ответственность перед Бородиной, Лопаткиной, Галузиным, Вишневой, а не перед Швыдким. Я получаю от него минимальную помощь, и поэтому решил обнародовать факт, что у нас не получается правильных отношений. Теперь будем общаться как публичные фигуры. Я не понимаю его позиции, возможно, он не понимает моей. Я готов объяснять, почему я столько раз выступаю в России, почему являюсь главным приглашенным дирижером Метрополитен-Опера, почему являюсь одной из первых фигур Зальцбургского фестиваля, который является фестивалем номер один в мире. Наконец, почему я хочу преобразовать ситуацию в Петербурге, не только в театре, но и с точки зрения организации туризма, потому что Мариинский театр, Эрмитаж, Третьяковка и Большой театр значит гораздо больше, чем функционер любого масштаба. Я в этом убежден. Нам не надо мешать, не надо нас тормозить, не надо обещать помощи, которую потом не дают. Надо сказать, ребята, делайте это сами. Мы и так все делаем сами уже 10 лет. У нас совершенно непонятно, кто взял на себя роль локомотива проекта реконструкции. Если это министр культуры, то он исполнил эту роль. Не важно. Если это Гергиев, то он не понимал, что должен ее исполнять. При Ельцине я был локомотивом, и проект моментально пошел вперед. Нам не повезло со сменой премьер-министров и кризисом. Кроме Кириенко, каждый премьер меня принимал и понимал важность этого проекта, который включает, помимо реконструкции Мариинского театра, создание колоссального культурного центра «Новая Голландия». Это проект мирового значения, а не локального петербургского. «Кеннеди-центр» нужен не только Вашингтону, но и всей Северной Америке как модель центра культурной жизни. Я прилагаю свою энергию, и мне еще никто не сказал «нет». Я человек очень понятливый. Если бы мне сказали «не надо, руки прочь от Новой Голландии», я бы принял это к сведению и не стал бы бороться с ветряными мельницами. Мне говорят «да», но при этом ничего не происходит. Швыдкой взял на себя роль локомотива этого проекта, но он делал это плохо. Он хорошо расправляется со Светлановым и Рождественским, которые внесли в нашу культуру вклад куда больше, чем внес Швыдкой. При этом нужна была осторожность, а в решении вопроса реконструкции нужна решительность, а он демонстрирует прямо противоположные качества. Нас ему не удастся свалить, но как же с ним общаются другие коллективы, другие люди, которые менее известны, чем Гергиев. Техническое состояние Большого и Мариинского сейчас кризисное. Анатолий Иксанов сейчас тоже обеспокоен, но он не хочет выступать по этому вопросу. Я решил для себя, что лучше обнародовать эту проблему, чем застать два коллектива очень скоро в кризисном положении, когда они не смогут построить никаких планов на ближайшие годы. Каждый должен работать на своем месте. Если общественности не нравится дирижер Гергиев, я могу уйти. Как дирижер, пожалуй, не пропаду, но я не хочу уходить из Мариинского театра только потому, что не нравлюсь министру. Вот такая риторика не зря в другом интервью Юрий Тимирканов сравнил маэстро Гергиева с Геннадием Зюгановым. Гергиев опоздал, естественно, на спектакль, а я его вообще не увидел. Из ресторана я понесся в редакцию, которая располагалась недалеко сравнительно, быстро расшифровал интервью, и на следующий день оно уже красовалось на первой полосе газеты. А еще через пару дней в борьбу между Гергиевым и Швыдким мешался сам президент, который щелкнул Гергиева по носу буквально. Никакого инвестиционного проекта в Новой Голландии быть не может, театр будет строиться на государственные деньги, но до открытия новой сцены Мариинского театра пройдет еще 12 лет. И еще один проект француза Доминика Перро будет сначала принят властью, потом отвергнут. Последний конкурс выиграла ОАО КБ высотных и подземных сооружений. ВИПС представил на конкурсе проект Канадского бюро и собиралась выполнить строительство за 9,5 месяцев и 300 миллионов рублей. Архитектурный критик Григорий Ревсин тогда раскритиковал выбор жюри и сказал, это будет здание, выглядящее как нечто среднее между универмагом и Макдоналдсом. Но кто у нас слушает критиков, даже архитектурных? Здание открыто было в 2013 году, оно обошлось казне в 22 миллиарда рублей и, естественно, нарушило исторический облик «Улицы Декабристов». Чтобы завершить тему интервью 2001 года, вспомню лишь о счастье, которое мне выпало, ведь задавать вопросы Джесси Норман, великое и ужасное, счастье которого приходится добиваться годами. В пресс-бюро Зальцбургского фестиваля на меня смотрели как на прокаженного и говорили, что личная встреча с Норман исключена. Теперь она сидела передо мной в артистической комнате Большого зала консерватории, куда приехала для участия в фестивале Владимира Спивакова. Сидела, облокотившись на кабинетный рояль, у ее ног клубился пар, увлажняющий воздух, ее личные ассистенты ревностно следили за мной, как будто я мог украсть их главную драгоценность. Задавать вопросы Джесси Норман занятие не из приятных, она капризничает и собирается ограничить встречу тремя краткими вопросами. Воспользовавшись ее чудным настроением, после триумфального приема зала во время генеральной репетиции, я задаю четыре. Только теперь понимаю, что чувствовал стоящий перед пиковой дамой Герман. Уже через секунды общения ощущаю ее колоссальное обаяние, царственный поворот головы в четверть, Примадонна сверлит меня глазами, детское кокетство и женское изящество, сочетающиеся удивительным образом с ее экстравагантной внешностью, оглушающий хохот, который внезапно раздается из бездонного горла, волшебные модуляции ее грудного голоса, с помощью которого она проверяет на мне свое женское обаяние. Сквозь ненависть к журналистам и другие чудачества звезды проступает живой человек. После этого концерта Джесси Норман еще несколько раз была в Москве, но я каждый год слушал ее в Зальтбурге и до этого, и после. Там концерты американской звезды проходили каждый год в Большом фестивальном театре. В этом театре играют оперные спектакли и дают симфонические концерты, и только Норман с ее голосом махиной по силам спеть в этом зале песни Шуберта, причем не напрягаясь ни на секунду. Голос певицы на первый взгляд мало подходит для исполнения камерной вокальной музыки, но все эти нарушения канонов жанра, требовательная зальтбургская публика, для которой освистать певца проще простого, ну так было, сейчас уже нет, прощает только великой американке. Ежегодный зальтбургский концерт Норман вообще напоминал скорее священное действие. Перед выходом певицы на сцену зал надолго замирал в тишине, и выход Норман больше напоминал торжественный выезд императрицы. Только здесь после каждого номера программы публика ждала, разрешит ли певица выразить свой восторг в аплодисментах, кивок головы, и зал раздражается овацией, вздернутая ладонь, и следующий номер начинается без аплодисментов. В эту игру включаешься невольно, поскольку каждая песня Шуберта превращается голосом Норман в дорогой подарок. Затертые до боли шлягеры приобретают новый смысл и новое звучание. Особенно, когда доходит очередь до таких песен, как «Девушка и смерть» или «Лесной царь». Гибкий голос Норман мгновенно меняет окраску от взволнованности юной девы до инфернальной хтонической чернотой смерти, а в «Лесном царе» ей удается петь четырьмя разными голосами рассказчика, отца, сына и волшебного царя. И от реальности этого голоса становится не по себе. Скепсис по поводу не всегда чистой интонации сменяется бешеным восторгом и настоящим экстазом зала. Еще не стихли аплодисменты, а уже из-за сцены Примадонна начинает петь «Спиричуэлс». От тяжелой поступи грузной гранд-дамы не остается и следа. Свингуя и пританцовывая, безразмерная певица изящно пересекает сцену по диагонали. Описать, что творится в эти минуты в зале практически невозможно. Богатейшая публика, съехавшаяся на этот концерт со всех континентов, забывает о снобийских канонах, отбросив свои золоченые клюки, скандирует и хлопает в такт, как фанаты на рок-концертах. После каждого биса Норман уплывает за сцену, но никто в зале не уходит. Публика требует еще и еще, и за свои старания она вознаграждена. Тяжело опустившись на стул, расправив километры шелка своего одеяния, точно старая кормилица из унесенных ветром, на едва уловимом пианисимо Норман начинает великую арию Гершвина из «Порги и Бесс». «Саммертайм» она поет без единого всплеска. Это настоящее колыбельное. Примадонна не стремится показать все возможности своего голоса, а поет просто тихо и искренне. Конечно, после столь великого исполнения публика требует еще бесов. Ноты кончились, пианист не знает, что играть, и тогда Норман поет без аккомпанемента, и все понимают, что это уже точно финал. Может быть, в дебютном московском концерте Джесси Норман мы такого не увидели, не услышали, но все же она пела не так, как поют сегодняшние звезды, с полной певческой и актерской отдачей. Но так выступали не все гастролеры. Лихие 90-е сменили тучные нулевые. В Москву звезды стали ездить для заработка. Именно так прошел концерт Пласида Доминго летом 2001 года у стен Кремля. Организаторы концерта решили, что если не все билеты проданы, а пластиковые стулья даже в вип-ложи стыдливо пустовали, то и всем страждущим незачем слушать певца задаром. Концерт Доминго на Красной площади не выходил за рамки обычных оперных шоу на открытом воздухе. Для тех, кто любит слушать Вагнера в перемешку со Штраусом, а Чайковского с Бернстайном. Приятное буржуазное зрелище, во время которого можно говорить по мобильнику, причем никто из окружающих на тебя и не шикает. Кульминациями двух отделений концерта стало исполнение Доминго и двух арий Чайковского. В первом отделении это было ариоза Германа из «Пиковой дамы». С ариоза Ленского из Евгения Онегина дело обстояло похуже. Доминго пел по нотам с большими ошибками и в приторно-романтической манере, заставляющей вспомнить скорее Николая Баскова. В своих мемуарах Доминго вспоминает, как после исполнения этой арии на гала-концерте артистов театра «Ла Скала» в 1974 году в Москве на него ринулась целая толпа восторженных поклонников. На этот раз зал был гораздо холоднее и оттаял лишь к опереточному финалу действия. Зато с большим энтузиазмом все восприняли торжественную процедуру подписания символического чека на 3 миллиона рублей, которые поступят на реставрацию архитектурных памятников. Вручая гигантскую картонку с шестью золотыми нолями, управляющим делами президента Владимиру Кожину, Доминго заметил в микрофон, что лично у него нет счета в российском банке, после чего загадочно сообщил публике, что он в скором времени может выступить на сцене Большого театра. Как мы понимаем, впервые он вышел потом на сцену Большого театра только в дни Чемпионата мира по футболу. Основа для Доминго Халтур закладывалась 20 лет назад и отличается от нынешних только тем, что поет теперь прославленный тенор баритоном. 2001 год стал для меня невольно годом подготовки к изменению моей собственной жизни, но я тогда об этом еще не знал и радовался, когда у российских театров или у молодых режиссеров получалось что-то стоящее. Так я писал о премьере оперы сказаний о невидимом граде Китежа и Деве Февронии Римского-Корсакова в Мариинском театре. Такого насыщенного сезона, как нынешний Мариинский театр не знал. Даже в годы правления Валерия Гергиева ввергнувшего театра в непривычный для русского коллектива западный конвейер премьеры гастролей. Международный успех Мариинки во многом связан с неусидчивостью и ориентированностью на западный рынок ее художественного руководителя. Западные театры работают прежде всего для собственного зрителя. Гергиев утверждается за границей, ну не во время пандемии, конечно. Чтобы понять это, достаточно посетить Мариинку в тот момент, когда ее главный дирижер выполняет свои западные контракты. Мариинка уже забыла о тех временах, когда, как во всем мире, Гергиев неделями готовил новый спектакль вместе с другими постановщиками. Поэтому и репертуар он выбирает чаще всего знакомый, игранный, чтобы короткими наездами в Питер возобновлять некогда отрепетированные произведения. Только что состоявшаяся премьера сказания о невидимом граде Китежа и Деве Февронии уже третья версия оперы в Мариинском театре. К чести Гергиева он был неудовлетворен двумя предыдущими постановками литургической оперы римского Корсакова, претендующей на звание русского Парсифоля. Заменить полусакральный китч на современный спектакль, который не стыдно было бы показать на предстоящих лондонских гастролях, Гергиев поручил молодому режиссеру и сценографу Дмитрию Чернякову. Москвич Черняков уже успел поразить воображение критики своей малобюджетной, но стильной постановкой в Новосибирске современной оперы молодой Давид Кобекина. Но балетно-опереточное жюри последнего фестиваля «Золотая маска» не смогло оценить режиссерскую работу Чернякова по достоинству и премии он не получил. Теперь на стороне дебютанта Мариинки финансовая мощь и психологическая поддержка Гергиева. Но еще неизвестно, кто больше выиграл от такого сотрудничества. Молодому режиссеру удалось создать то, о чем многие маститые режиссеры только мечтали. Черняков прекрасно обходится без икон, крестов, луковых церквей, утверждая сакральность не во внешних атрибутах православия, а в душевном состоянии героев, в их вере. Он возвращает туризму искать китиш в себе, истинный смысл основанный не на общепринятых определениях религиозного толка, а на современном театральном языке. Поэтому его китиш внематериален, всегда невидим, его заменяет пустая сцена, а Небесный Град возвращает публику к заросшей камышом старушке Февронии, где начинается ее похвала пустыни. При этом китишский миф тесно переплетается с петербургской фантасмагорией Достоевского и Белого. Это подчеркнуто не только отсутствием ярких красок и узнаваемыми элементами сценографиями двор-колодец, мутант-медный всадник, блокадные санки. Промозглая питерская сырость, вечная мгла сочится со сцены в болотной пустыне. В сцене Малого Китежа сечи прикерженцы одно решение этой симфонической картины могло бы принести Чернякову успех. В сцене исчезновения Китежа, который татаром является сквозь голубой лед озеро Светлый Яр. Черняков цитирует в своем спектакле декорации Воснецова-Коровина, чтобы тут же уйти от этой живописности и декоративности, которая почти сто лет заставляет художников превращать Китеж в прянично-леденцовую глыбу. Отрицание сказочности и возвращение оперы римского Корсакова этой сакральной святой коровы в театральный обиход еще одна задача режиссера. Феврония в кедах, Гришка в трениках с оттянутыми коленками, райская птица алконост в оренбургском платке, покуривавшая папиросу в форточку, нищие вместо лесных зверей, просящие милостыню баянисты и афганцы. Все эти приметы сегодняшнего дня виртуозны вплетены в ткань спектакля. Черняков свободно перемешивает исторические и культурологические пласты, всегда тонко следуя за непростой музыкой композитора. Он не превращает эпатаж в намеренный прием, при этом оперная режиссура впервые за многие годы отказывается от приемов устаревшего психологического театра, от тотального мезинсценирования в духе Бориса Покровского, что еще не удавалось ни одному оперному режиссеру в России на тот момент. Очень больно видеть, как в отсутствии Гергиева, который продирижировал только самым первым спектаклем, замечательная постановка Чернякова гибнет в хаосе Мариинского театра. Когда оркестр играет как попало, певцы проговаривают свои партии с короговоркой, а старая машинерия Мариинки еле справляется со сменой декораций. Удивительное свойство наших театров работать над спектаклем столько времени и задвинуть его сразу после премьеры. На Западе, где новые спектакли играют 5-6 раз, публика имеет больше шансов увидеть цельный продукт. Но Мариинский театр в те годы выплевывал премьеры чуть ли не каждый месяц, хотя сцена у него еще одна была. Судите сами, в марте была выпущена Богема Пучини в постановке Иоанна Джаджа, сценографа Тима Гудчайлда и дирижера Джанандрея Назеды. Главная проблема новой постановки Мариинского театра писал я это сама постановка. Английский тандем с солидным послужным списком ни разу не выходит за рамки общепризнанных представлений об опере Пучини. Ими продекларирован перенос действий из века 19-го в предвоенный Париж, но об этом публике говорят только укороченные юбки героинь до пару кубистских полотен. В апрелю эстафету принимает Макбет Верди. Гергеву в последнее время не удается привлечь в театр лучших западных режиссеров и он пользуется услугами тех, кто не отказывается ехать в Питер, писал я. После мартовской премьеры Богемы многие критики задавались вопросом зачем надо было выписывать слабую постановочную команду англичан, когда дежурные питерские режиссеры сделали бы не хуже. На этот раз дикость шотландского средневековья должны были воплощать истинные шотландцы режиссер Дэвид Маквикар и сценограф Таня Маккалин. Но наличие приставки Мак в фамилиях постановщиков не стало залогом яркого сценического решения и нестандартных подходов. Премьера Макбета вообще не позволяет говорить о сценическом решении оперы Верди по драме Шекспира, поскольку больше всего новый спектакль напоминает костюмированное концертное исполнение. Но опера Верди, в которой и так от Шекспира осталось немного, требует все же более зрелищного сценического воплощения. Понятно, что на запад Гергиеву хочется возить спектакли разных режиссеров, но расширение Гергиевского стана постановщиков требует тщательного отбора, а на это у худрука Мариинки просто не хватает времени, и он пользуется рекомендациями своих коллег. Пока этот способ поиска режиссеров и сценографов не дает особого результата. Уже в мае театр показал совместную постановку с оперным театром Пармы. Бал Маскарад Верди поставил Андрей Кончаловский. Год назад в Лондоне с восторгом приняли предыдущую Мариинскую постановку Кончаловского, Прокофьевскую Войну и Мир. Другие вердевские спектакли Мариинки не могут похвастаться столь звездным постановщиком. Кинорежиссеры со времен Лукина Висконти стремятся ставить спектакли в больших оперных театрах, где гонорары едва ли меньше голливудских. Для Кончаловского сотрудничество с Мариинкой это еще и возможность заявить о себе, поскольку в последнее время он с головой ушел в телерекламу медицинских препаратов. Помните такую? кинорежиссер так и не осмелился предложить оригинальной концепции. Он рубко следует за настоящими оперными в самом расхожем значении этого слова декорациями Этсо Фриджерио. Таланта итальянца все же хватило на несколько интересных идей. Сценографической основой каждой сцены были остовы кораблей, а окружающая их кирпичная кладка порта больше напоминала об архитектуре Стокгольма, откуда сюжет по цензурным соображениям был в свое время перенесен в некоролевский Бостон. Главный недостаток Кончаловского как оперного режиссера полное непонимание музыки, поэтому он по киношному наполняет спектакль множеством ненужных молчаливых персонажей. Графский Шут, лилипуд, помощник и дочь колдуньи Ульрики, заставляет пританцовывать хористов такт музыки. В опере всегда найдется зритель, который от радости встречи со знакомым мотивчиком начинает отбивать ногой такт. Кончаловский как раз напоминает такого оперного неофита, который воспринимает Ферди как автора набора ритмичных шлягеров. Такой спектакль имел бы право на существование где-нибудь в репертуарной венской штатц-опер, где держит пышное старье для сбора звездных ансамблей. Но нынешним вокальным премьером Мариинки нечем похвастаться. Кстати, сложные ансамбли заставили на этот раз забыть об интерпретации Валерия Гергиева. Вместо этого он весь спектакль собирает голоса необузданных вокалистов как хитроумный пазл. И это в новом спектакле Мариинки получается вполне неплохо. В июне 2001 года состоялась премьера Валькирии Вагнера, о которой я уже вспоминал в этой главе. Концепция режиссера Яханеса Шафа была принесена в жертву гастрольному графику Пласида Доминго. Специально для него спектакль поставил сценограф Готфрид Пильц. Но и ему позже не удастся довести кольцо до финала. Над ним еще будут трудиться Владимир Мирзоев и Георгий Цыпин. В его-то декорациях окончательно разведет певцов по сцене сам маэстр Гергиев. Но пока миллионы были вложены в приезд Доминго, который должен был оказать, что Гергиев единственная звезда российского оперного мира. Для Доминго партия Зигмунда в тот момент самая репертуарная. Но 60-летний супертенор выступает в ней неровно. В Вене ему не удалось пробиться сквозь мощный оркестр Даниэля Баренбойма, я это слышал, зато в прошлом году в Байроте он творил чудеса, заставляя истовых вагнарианцев поверить в свою итальянизированную версию. В Питере тенор выглядел скорее усталым для исполнения героической партии. На него здесь обрушилось выступление на Дворцовой площади и масса светских мероприятиях. И как режиссер отделял в спектакле все сцены с участием звезды тюлевым занавесом, так и голос Доминго звучал тускло, с трудом прорываясь даже сквозь деликатный гергиевский оркестр, как сквозь тюль. Актерского прорыва тоже не наблюдалось. Зигмунд выглядел средним арифметическим всех предыдущих работ певца. Зато это позволило более внимательно отнестись к работе солистов Питерского театра. В контексте нынешних вагнеровских притязаний театра серьезно и основательно выглядят работы Ольги Сергеевой Брунгильды и Владимира Ванеева Вот она. И поскольку в следующем сезоне постановка кольца целиком должна завершиться, есть все-таки надежда, что этот дуэт вместе с Гергиевым позволит завершить проект века достойно. Пока Валерий Гергиев выпускал одну за другой премьеры и боролся за строительство нового здания, Большой театр продолжал искать правила взаимодействия старого театра, в котором главенствовали артисты, и нового управленческого аппарата, который явно делал упор на типичную для Запада интендантскую модель. Проблемы театра, которые никуда не исчезли после ухода Владимира Васильева, обозначил галоконцерт, посвященный 225-летию Большого. Программа юбилейного галоконцерта была составлена таким образом, что больше всего заставляла усомниться именно в эталонном вкусе Большого, о котором говорил со сцены президент страны в своей речи. Открывали и закрывали вечер костюмированные шествия работников театра на фоне задников с изображением фасада и зрительного зала Большого. Между ними были показаны фрагменты из русских и советских опер и балетов. Но хвастаться Большому в юбилей оказалось особенно нечем. Почти все, что было показано на вечере, принадлежит золотой эпохе послевоенной поры. И получилось, что за последние полвека театр не создал ничего стоящего. К тому же ни одно выступление артистов Большого в этот вечер не стало доказательством звездного уровня театра. Когда же в роли Ленского вышел стажер Николай Басков и своим полуэстрадным, полупоставленным голосом начал выводить знаменитое «Куда-куда», удаленность от золотых дней Большого театра стала ощущаться особенно остро. Но театр продолжал делать вид, что все идет по плану. В январе выпустили страшную даже по меркам российского театра той поры постановку «Набука Верди» режиссера Михаила Кисляров. В марте Юрий Григорович вернул свою постановку «Лебединого озера» Чайковского. Старый спектакль пытались выдать за полноценную премьеру, но из этого ничего толком не вышло. В своей статье «Вымирающий лебедь» я писал, нынешняя труппа Большого может похвастаться хорошими танцовщиками, но личности среди них раз-два и обчелся. Не мудрено, что из танцевавших на премьере солистов заметный образ создавал только Николай Цискоридзе в партии злого гения. Анастасия Волочкова в партии одетой Адилии больше напоминает персонажей диснеевского анимационного фильма «Принцесса-лебедь». Возвращением Лебединого Большой не открыл ничего нового и только обозначил проблемы взаимоотношений со своим старым репертуаром. Наконец, венцом первого года правления Геннадия Рождественского должна была стать мировая премьера первой редакции игрока Прокофьева, которую композитор так и не реализовал свое время в Мариинском театре до революции. Оркестр звучал прекрасно, удивляя невиданным пониманием столь сложной для оперно-балетного коллектива музыки Прокофьева. За это спасибо Рождественскому. Первая редакция это взгляд на Достоевского молодого максималиста, которого вся музыкальная Россия обвиняла в увлечении варварским модерном. В ней отсутствует главное достоинство укрепившейся в мировых театрах второй редакции которого становится сцена в игорном доме, где Алексей выигрывает 200 тысяч. С другой стороны, мастерство Рождественского придает смысл более однородной и дерзкой первоначальной версии, исполнение которой воспринимается как восстановление музыкальной справедливости. Стоит отметить, что дирижер проделал невероятную работу. Большинство вокалистов, даже те, кого обычно и слушать не хочется, поют со вкусом к прокофьевской музыке. Если игрок на все 100% опера для Рождественского, то привычный к взбадриванию оперных шлягеров Александр Титель чувствует себя в этом материале явно неуютно. Тем более, что над первой редакцией витает дух Мейерхольда, который должен был ставить спектакль в Мариинке. В статичных мизансценах чувствуется, что режиссер сдерживает свое желание перевернуть все вверхном и заставить публику смеяться. Но там, где гротесковые персонажи Достоевского вроде разбушевавшейся бабуленьки в исполнении Лены Манистиной дают Тителю такую возможность, он не использует и сотой ее доли. Мировая премьера в Большом театре превратилась и в мировой скандал. От нее ждали абсолютного успеха, а его как раз и не случилось. Через несколько дней после премьеры игрока Геннадий Рождественский написал заявление об уходе. «Рождественский слишком долго отсутствовал в России, чтобы понять главное», писал я в те дни. «Теперь для того, чтобы художника считали мессией недостаточно старых заслуг». В общем, Рождественский, получивший от власти полный карт-бланш на три года, упустил шанс войти в историю Большого театра как его спаситель. Неожиданно для всех музыкальным руководителем Большого театра новым музыкальным руководителем был назначен молодой дирижер Александр Ведерников. Полномочий Рождественской ему не дали, но сам факт, что Большой театр позвал человека, который никогда в этом театре еще не работал, был необычным. Ведь все эти дни муссировались фигуры Александра Лазарева, Юрия Симонова, но, видимо, конфликт с Рождественским заставил власть изменить свое отношение к тем, кто уже имел в послужном списке работу в Большом. Конечно, Александру Ведерникову до конца 2001 года удалось лишь получить в аренду старый спектакль «Сила судьбы» Верди из Неаполя. Но постановочный стиль спектакля еще свидетельствовал о приверженности нового художественного руководства рутинным традициям. Впрочем, эта история уже уводит нас в 2002 год, и о ней я расскажу в следующий раз. Конечно, в Москве в тот год были и другие события. Приезжал оркестр Ла Скала под руководством Рикардо Мути, пела сольный концерт Чичилия Бартоли, Леонид Десятников представил свою симфонию «Зима священная». Российским национальным оркестром здорово дирижировал Андрей Борейко. Другая премьера петербургского композитора «Русские сезоны» состоялась благодаря Гидону Кремеру. Отметили столетие Большого зала Московской консерватории. Здесь не опять не обошлось без Валерия Гергева, который заставил публику томиться целый час перед закрытыми дверями. Маэстро репетировал. В общем, уже закладывался и сегодня принимается как данность. Меня это уже потихоньку стало напрягать и я впервые задумался о том, чем бы еще хотел заниматься в этой жизни. Поэтому в будущем году круто изменится моя жизнь и мое восприятие лучшего из миров. Об этом я расскажу в следующий раз. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам только правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. Будьте здоровы и до новых встреч на канале Сумерки Богов.